Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители канала Александр Севахоби. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень интересным и очень вкусным рецептом свинины по-китайски. До этого я готовил сало по-китайски. Очень мне понравилось, был очень впечатлен вкусом. И теперь я буду готовить немножко по-своему, поменяв рецепт. И вместо сала буду использовать свиную корейку. И взял свиную грудинку. У меня в наличии полтора килограмма корейки и грамм 650 свиной грудинки. Кому интересно, ссылочка будет в описании под видео и в правом углу экрана. Что же нам понадобится для приготовления? Как я и говорил, свинина, зелень, зеленый лук, укроп, смесь перцев, Стакан красного вина, полстакана соевого соуса, пол баночки кисло-сладкого острого соуса чили, 5 столовых ложек сахара, имбирь крупно нарезанный, чеснок и 2 гвоздички, 2 бутончика. Ну а теперь начинаем готовить и подготовим наше мясо. Что я, друзья, буду делать с корейкой. Для начала, конечно же, я поделю ее пополам на равные куски. Когда готовил сало, мне очень понравилось, как оно получилось по краям, Но мне не хватало, друзья, маринада, вот именно внутри сала. Поэтому я сделаю сегодня такие вот небольшие надрезы. Поменял буш. И вот делаю вот такие вот надрезы. Точно так же сделаем со всем нашим салом. Так вот, подготовили наше мясо и сало. И теперь сделаю еще надрезы сверху. Сверху грузинки и сверху межребер. Так вот, в корейке. Вот маринад, этот рассол мог попасть внутрь. Вот так вот все. Ну а теперь подготовим сковородку. Переместились к плите. И что мы теперь будем делать? Высыпаем в разогретую сковородку сахар. Наливаем немножко воды. И сделаем из сахара карамельку. Аккуратненько помешиваем. Когда сахар поменяет цвет. Высыпем сюда зелень, имбирь, чеснок и перец. Вошел очень вкусный запах карамельки. И теперь высыпаем лук. Лук обязательно зеленый, крупно порезанный. Это как такая платформа для нашего мяса, чтобы оно не пригорало в сковороде. Теперь выкладываем имбирь и чеснок. И это аккуратненько раскладываем поровну было под каждым кусочком мяса. Теперь выкладываем наши кусочки мяса шкуркой вниз. Чтобы все поместилось, пришлось один большой кусок разрезать напополам. Вот. Так вот у нас, друзья, все получается. И сейчас заливаем соевый соус. Соевого соуса можно побольше, можно поменьше. Кому как нравится, друзья. Я делаю все по своему вкусу. Теперь выливаю стакан красного вина. Вина тоже можно побольше, можно поменьше. Опять же, у каждого свой вкус, свои предпочтения. И добавляем теперь соус. Теперь добавляю немножко молотого перца. Перца добавляю совсем чуть, только для аромата. И теперь накрываю крышкой и слежу за водой. Когда у меня начнет вот этот вот винно-соевый соус испаряться, я буду добавлять понемногу воды. Воду буду использовать кипяченую. И для тех, кто внимательно смотрит видео, покажу еще один секретный ингредиент, которого я не показал вначале. Это чайная ложка горчицы. Она придаст довольно интересный вкус данному блюду. Можно было в горчички положить побольше, но не переборщить, я вложу в чайную ложечку. Делаем маленький огонь. И вот так вот держим примерно 45 минут на одной стороне наше мясо. Но обязательно следите за водой. Прошло ровно 45 минут. Развучал таймер. Теперь я сейчас аккуратненько переверну мясо. Воду подливал один раз, совсем немножко подлил. Сейчас мясо переворачиваю. Опять немножко добавлю водички и будем готовить дальше. Мясо переворачиваем аккуратно. Мягенькое стало. Главное не накосячить. Мясо расширилось, куски стали побольше, чем были. Перевернули аккуратненько сало. Добавлю немножко перца. Воду подливать не буду, так как ее вполне пока что достаточно. И теперь накрываю крышкой. И со стороны ребер будем протушивать наше мясо. Также 45 минут. А потом уже будем смотреть по готовности и по виду самого мяса. Прошло 45 минут. Сейчас еще раз перевернем наше мясо. Аккуратненько. Уже водичку доливать не надо. Оставляем вот этот вот вкусный соус, маринад. Он как раз придаст красивый цвет нашему салу, мясу. Вот так получается красиво. Сейчас аккуратненько переверну и еще раз включусь. Перевернул наше мясо аккуратненько. Немножко начало подгорать. Ничего страшного. Сильно прижимаю крышку. Посмотрите, какой красивый, аппетитный цвет. А какой, друзья, запах на кухне стоит. Не передать словами. Теперь накрываю крышечкой. И буквально ждем еще 15 минут, не больше. И можно доставать мясо со сковороды. Прошло 15 минут. Выложил все на блюдо. И теперь посыплю все зеленым мелко порезанным укропчиком. И выношу на балкон примерно на полчаса. Сейчас холодно, зима. Чтобы сало полностью и мясо наше остыли. Минут 30 охлаждал. В итоге все приготовление вместе с охлаждением у меня заняло где-то 2 часа 15 минут. Сейчас попробую, друзья. Попробую вам передать на словах. Что-то ребрышки мешают резать. Довольно мягко все получилось. Отрежу отсюда. Снять пробу. Сейчас попробую. Постараюсь вам на словах передать вкус блюда. Все очень хорошо. Видите, протушилось, проварилось. Мясо мягенькое. Данное блюдо можно есть как горячим, так и холодным. Я попробовал немножко горячим. Мне очень понравилось. Охлажденное вообще класс. Попробую, какая шкурка получилась. Шкурка должна быть очень мягкой. Да, такая немножко мягкая, но жевать долго. Но очень вкусная. Очень вкусная и шкурка сама получилась. Друзья, рекомендую попробовать по этому рецепту. Хотя и когда сало делал по-китайски, мне очень понравилось. И вот сейчас сделал тоже вкус. Просто огонь. Этих два рецепта мне очень понравились. Запали в душу. И теперь я буду готовить так очень часто. Так что не бойтесь. Готовьте, пробуйте. У вас все должно получиться. Я на 99% уверен, что вам понравится. На этом буду видео заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok